Газетная заметка из прошлого, как путеводитель по Новосибирску. О том, как журналисты областного издания «Советская Сибирь» помогают слабовидящим жителям изучать родной город. Наш следующий сюжет. Удивительное всегда рядом. Для одних это библейская мудрость, но для тех, кто лишен дара видеть, алгоритм к действию. Эти люди ищут способ расширить мировосприятие. Специально для них в областной библиотеке для незрячих и слабовидящих есть проект «Аудиогид». Путешествия по городу с описанием зданий. Теперь в путеводитель включают и реплики из прошлого от журналистов газеты «Советская Сибирь», который отмечает столетний юбилей. Получилось, что «Советская Сибирь» в этом отношении самый богатый донор. И они в самом деле нам нашли интереснейшие материалы, которые теперь в аудиоформате украсили эту аудиоэкскурсию. Задача стояла найти материалы, связанные с десятью историческими объектами в центре Новосибирска. Например, со зданием Госбанка или стоквартирным домом. Сотрудники «Совсибири» эту задачу расширили. Искали не только новости о строительстве того или иного здания, но и истории, которые потом были связаны с этим объектом. Что касается дома с часами, то там история довольно грустная, описанная в «Совсибири», о том, что это здание переходило в руки от одного ведомства к другому ведению. В конце концов пришло в такую ветхость, что можно было его, честно говоря, сносить. Например, архитектору Кричкову досталось за стоквартирный дом с его претензией на буржуазность и роскошь. Но чуть позже газета ставит этот объект уже в пример новосибирским зодчим, которые представляли уж слишком примитивные, убогие проекты. И вся эта информация теперь есть в аудиогиде для незрячих и слабовидящих. Хотя такой проект и не претендует на замену живого общения с экскурсоводами. Может, в какой-то степени пропаганда интереса, что у человека возникнет какая-то искорка любопытства, которую он потом будет развивать и в других каких-то источниках, искать информацию, общаться с людьми. И может просто по-новому взглянуть на уже знакомые места нашего города. Впрочем, не только аудиоформат доступен незрячим и слабовидящим. Есть еще и рельефная графика. Фирменные заголовки газеты можно ощутить на кончиках пальцев. Константин Клещин, Борис Гладких, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин